Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодняшняя наша тема – решение системы алгебраических уравнений третьего порядка методом Крамера. Так как на прошлой паре у нас была тема системы линейных алгебраических уравнений третьего порядка, вы должны уже наизусть знать все основные формулы метода Крамера. В примере, который я вам хочу объяснить, вы должны понимать, что уже у вас пропадает один из индексов Х в третьем уравнении. Значит, этот индекс вы должны заменить нулем. Также посмотрите, пожалуйста, на ваш пример. Пример имеет отрицательные знаки, что в определителе будут эти знаки переходить. Если у вас минус у, оно в определитель перейдет как минус 1. Так давайте же начнем! Для того, чтобы вы не забивали наш пример, я его оставила в уголочке. Также вы можете заметить, что здесь в основных формулах Крамера у вас дельта Х, дельта У и дельта З заменены на дельта 1, дельта 2 и дельта 3. Теперь перейдем к вычислению определителя. При вычислении определителя системы дельта у вас из системы линейных уравнений берутся все цифры до равенства с их положительными или отрицательными знаками. И также тот отсутствующий индекс заменяется нулем. Вы также должны заметить, что у вас при решении определителя системы только 4 цифры. Это из-за того, что 2 цифры у вас автоматически обнуляются. Так перейдем к решению. 2 умноженное на 4 и умноженное на 7 вам должно давать 56. От него вы вычитаете вторую диагональ, что минус 3 умноженное на 3 и умноженное на 2 вам дает минус 18. Также 2 умноженное на минус 5 и умноженное на 2 вам дает 20. И 1 умноженное на 3 и умноженное на 7 вам должно давать 21. При знаках не забываем, что 2 минуса вам автоматически дает плюс. И если у вас знак больше у минуса, то минус у вас должен сохраниться. Последовательно заменив в дельта 1, 2 и 3 столбцы столбцом свободных членов, получим соответственно, дельта х у вас заменяется первый столбец всеми цифрами, которые лежат у вас за равенством, то есть 3, минус 8 и 17. В дельта у у вас заменяется второй столбец теми же цифрами, которые лежат у вас за равенством. И в дельта z, то есть в дельта 3, у вас третий столбец заменяется этими же цифрами. Нахождение определителя тем же способом, который я вам до этого объяснила в дельта. При решении определителей дельта, дельта х, дельта у и дельта z, мы нашли, что х у нас равен 5, у равен минус 2, z равен 3, из чего у нас уже ответ найден. А теперь давайте решим самостоятельно несколько примеров. В примерах у вас могут в уравнениях отсутствовать какие-либо индексы. И также дельта сама может быть равна 0, что приведет к вас к x, y и z равной 0 автоматически. Всем успехов! Всем спасибо, что посетили пару. Жду от вас вопросов ко мне на мой майл или в АВН-портале Кыргызского авиационного института. Всем до свидания!